Не зря иноагент Оксимирон выпустил свой новый хит именно 1 сентября. В день знаний, когда многие служители хип-хопа идут в школу, колледжи, техникумы или университеты. Мирон устроил самую настоящую лекцию и завуалированно поведал, а кому-то и напомнил, кто же такой первый класс. Этот рэпер – настоящая легенда хип-хопа, примерно такого же масштаба, как и Бабангида. Плюс его карьера и окончание творческой деятельности имеют много параллелей с Бабангидой, ведь Артем Франк, а именно так зовут первого класса, бесследно исчез в начале десятых годов, пусть и не так загадочно, как Бабан. Так или иначе, у нас наверняка есть зрители, которые не знают, кто же такой первый класс, и сегодня мы попытаемся исправить эту ситуацию. Что ж, давайте приступать. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более трех тысяч моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка будет в описании под видео. Ну а мы начинаем. Поехали! Артем Франк родился еще в Советском Союзе, в Пермском крае, в обычной семье. День рождения 1 декабря 1983 года. Родителей смущала внутренняя обстановка в стране и было решено переехать в Европу. Поскольку у Артема были немецкие корни, они выбрали для места жительства Германию. В 1996 году они осели в небольшом немецком городе Бремен. Музыкальную школу Артем Франк никогда не посещал, но его брат занялся рэпом и будущий артист стал брать с него пример. Тоже учился попадать в бит и набрасывать панчи. В то время рэп в Германии был на высоте и ему увлекались многие. Не в пример России, где культура только зарождалась в своем околоподъездном виде. Творческие поиски не мешали Артему учиться. После школы он поступил в хороший педагогический университет и окончил его с отличием. В университете Артем познакомился и подружился с Иваном Махаловым, который очень повлиял на него. Иван тоже рэпер, выступал и выступает под псевдонимом Царь. Парни сформировали дуэт Диверс, стали все серьезнее относиться к своему творчеству, много репетировали, а также записывали песни на студии. В 2000 году дуэт принял участие в рэп-баттле в Бремене. Юные исполнители одержали уверенную победу. Это был знаковый момент в творческой биографии первого класса. Первый альбом первого класса вышел в 2004 году. Он назывался Weiss Blau Roth, что в переводе с немецкого означает «белый, синий, красный». Первый класс и царь записали его вместе. Тексты были на немецком языке. Этот альбом приобрел своих поклонников, но его было бы сложно назвать по-настоящему успешным. Все-таки выступая на немецком языке, было трудно выиграть конкуренцию с немецкими рэперами, которые читали не чуть не менее агрессивно и круто, чем первый класс. Возможно, именно по этой причине, а также по причине наличия серьезного комьюнити русских рэперов в Германии, Артема начал делать хип-хоп на родном языке. В 2004 году он выпустил альбом на русском. Этот релиз стал более известным, фанаты стали появляться в России, Германии и других странах. А песня «Как Гитлер» разлетелась по интернету молниеносно и сделала Артема знаменитым среди всех любителей рэпа. Если вы послушаете трек полностью, то поймете, почему именно первому классу свой трек посвятил Оксимирон. Артем был, по сути, одним из первых, кто в русском рэпе перешел все границы дозволенного. Помимо не в пример агрессивного стиля, которого в России не было, он начал также проходиться по матерям, сестрам и дочерям. Ровно эту же тему поднимал Оксимирон в известном треке «Судьба моралиста», который вышел намного позже. Первый класс делал жесткий и бескомпромиссный рэп, особенно не думая о своей популярности. Он не строил из себя образ загадочного артиста и всегда заявлял прямо о своих чувствах и делах. Кстати, именно этот отрывок звучал в новом треке Яновича. Но давайте пойдем далее. В седьмом году вышел второй соло-альбом и альбом, который артист подготовил снова с царем. Их название далеко за пределами какой-либо цензуры, поэтому произносить их мы не будем. При желании вы сами можете посмотреть дискографию артиста. Куда важнее эволюция творчества первого класса. На новых проектах тексты были про половые отношения, нетрадиционную ориентацию, оскорбительные темы про женщин, пристрастия к алкоголю и другое. В восьмом году появился клип первого класса «New Russian Standard». На данный момент это единственный клип в творческой биографии музыканта. В нем вы можете заметить знакомые лица, например, Диму Шока. В какой-то момент артист начал работу с Бамбергом. Сотрудничество было плодотворным. Три музыканта, первый класс «Царь» и «Шок» вместе создали группу рэп-войска. Все они, а также Оксимирон и многие другие менее известные музыканты, входили в состав лейбла «Оптик Раша», который создал Кул Саваж. Именно под эгидой этого лейбла вышло несколько треков, где Мирон и первый класс оказались на одном бите. Кто-то шел на бой по шестиной барабан, кто-то сидел под мамку углам или за спиной барабан. Многие биты для Артема делал Parliament Music, работавший со многими немецкими артистами и с Оксимироном. Но тексты Франк всегда писал себе сам. Было у рэпера немало поклонников, но и много завистников, а также конкурентов. Произошла стычка с рэпером Диссаром. Тот написал дисс на первого класса. Вообще, диссов в то время на немецкой сцене было какое-то огромное количество. Только самые трушные фанаты хип-хопа того времени могут разобраться в настоящей Игре Престолов с хитрыми переплетениями конфликтов и различными альянсами. Рэперы записывали друг на друга диссы, делали видеообращения. В общем, жизнь била ключом. Естественно, первый класс был частью этой жизни. Уже к концу десятых годов все шло к тому, что первый класс будет по чуть-чуть уходить из рэпа. Он выпустил еще один сольный альбом, а затем последний, совместный с Царем. В 2010-м Шок ушел из группы Рэп-Войска и стал работать с Оксимироном. После второго альбома с Царем, первый класс публично заявил, что заканчивает свою карьеру рэп-исполнителя. У него родилась дочь, он принял решение уйти. По одной из версий он просто устал от жанра. Однако после этого в 2012-м году вышла новая песня первого класса и Царя под названием «Газ». Почти 8 лет Артем Франк молчал и не записывал песен. Уже никто не ждал его возвращения. Но в марте 2019-го года на просторах сети интернет появился трек «Неинтеллектуал». Первый класс вернулся на сцену, заставив вновь заговорить о себе поклонников рэпа и всех его коллег. Но после этого он вновь пропал и заставил говорить о себе только сейчас, после выхода нового клипа Оксимирона. С кем, кстати, только не сравнивали первого класса все это время. Начиная с группы «Сектор газа» и «Красной плесени», заканчивая некогда солистом гражданской обороны Егором Летовым. В общем, с настоящими революционерами своих жанров. Артем, кстати, и не скрывал такие предпочтения в музыке. Никакой информации в интернете о нем до недавних пор не было. И тема биографии жизни класса была актуальной долгое время. Многие слушатели даже не знали его настоящего имени, не говоря уже о чем-либо другом. В социальных сетях до недавних пор не было ни одной официальной страницы рэпера. И что интересно, это все не из желания стать загадочным. Нет, артист просто был таким сам по себе. Он думал в первую очередь о своей музыке, которая в какой-то момент ему просто надоела. И он без всяких проблем смог отказаться от большого успеха, который, возможно, в этой сфере ему не был уж так и необходим. Закончить этот ролик хотелось бы цитатой Оксимирона. Первый класс косноязычный, местами с дико тупыми текстами, непонятный и непризнанный. Но при всем этом на грани гениальности. Если в русском рэпе и есть кто-то с таким же статусом, который был когда-то у гражданской обороны, то есть тот, кого никто не покупает, тусовка за своего не принимает или даже не знает, но при этом в каждом городе есть кто-то, кто знает тексты наизусть, то это, безусловно, первый класс. Ему реально, а не ради имиджа, на все и на всех все равно. А на сегодня у нас все. Как вы относитесь к творчеству первого класса? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!